Слепнот В связи с этим событием я отыскал американский оригинал на зеленом виниле И учитывая, что у меня есть уже японский пресс и раритетнейшее издание с треками Purity and Frail Lint Nurseries Я подумал, что не лишним будет сделать сравнительный обзор, поскольку альбом-то действительно стоящий Ну а перед этим хочу вам напомнить о магазине 1С Интерес, в ассортименте которого есть виниловые пластинки И в случае, если вы оформите подписку Интерес Плюс, то получите скидку на винил 15% и другие бонусы А если вы в заказе укажете промокод Валерон, то еще и поддержите мой канал Ну и чтобы было чуть-чуть интереснее, кто первый оформит подписку с этим промокодом, тот получит от меня небольшой презент Фетровый слепмат с логотипом канала, который дает плюс 10 к звуку пластинка и плюс 20 к вашей карме Итак, альбом слепнот вышел 29 июня 1999 года и стал сертифицированным обладателем двойной платины в Соединенных Штатах Это самый коммерчески успешный альбом группы, который своей популярностью превзошел ожидания группы и получил множество хвалебных отзывов как со стороны критиков, так и слушателей Также, думаю, все знают историю, связанную с удалением треков Пьюрити и Фрейл Линд Нерсери из-за обвинений в нарушении авторских прав Связано это с использованием сэмплов Фрейл Линд Нерсери с голосом девушки, которую якобы похитили и похоронили заживо Участники группы были в ужасе от истории, но это их вдохновило на написание этих двух треков В итоге, как выяснилось, это была вымышленная история, опубликованная на сайте Crime Scene, преподнесенная как настоящее преступление Поэтому в изданиях, начиная с декабря 1999 года, треки заменили на Me Inside И да, на этом альбоме мой любимый трек Wait'n'Blead, который был номинирован на Грэмми и попал в список величайших металл-песен всех времен на 36 место Также на второй стороне на пластинке, как и на компакт-диске, присутствует скрытый трек E.Y.O.R. после нескольких минут тишины и диалога группы Итак, давайте начнем с оригинального издания на зеленом виниле, изданного в США Что тут скажешь? Качество полиграфии, бумаги на высоте Присутствует стикер на фронтальной стороне Сзади трек-лист и информация об издании Пластинка во внутреннем конвертике, что примечательно, в черно-белом Что по звуку, то это издание мы возьмем за эталон, поскольку звучит оно просто великолепно Сейчас вот кто-то обязательно должен возразить в комментариях, мол, да какой нафиг слепнот звучит великолепно Ну и естественно, друзья, в рамках жанра и среди сегодняшних изданий Издание сбалансировано по амплитуде частотной характеристики Тут вам и отличный бас, и детальный верхний регистр, но и среднечастотный диапазон также проработан По динамике, несмотря на то, что жанр подразумевает компрессию, в принципе ее не слышно Динамика неплохая, единственное, что альбом записан довольно тихо ввиду его продолжительности Поэтому требования к массе высокие Но это издание радует качеством, масса тихая, без особых слышимых дефектов Но в начале сторон шуршалки я все-таки уловил на капризной RT9 Но с учетом цветного клир-винила, в принципе, очень даже не дурно Винил записан по самой яблоке, и тем не менее, с читаемостью проблем не обнаружено Качество звука не падает Цена на первое издание, конечно же, пугает А с учетом того, что дорожки на виниле хрупкие и неглубокие То искать винил надо исключительно в состоянии Mint В общем, этот экземпляр мне попался за 500 долларов, но запечатанный На дискоксе в состоянии Near Mint стоимость сейчас где-то 350 долларов Тем не менее, моя оценка 9 из 10 баллов Почему? Узнаете немножко позже Теперь давайте поговорим о самом редком, пожалуй, издании С оригинальным трек-листом, которое до недавнего времени считалось на дискоксе официальным А теперь вдруг ему присвоили статус неофициального По качеству полиграфии очень неплохо Хотя бумага тоньше американской Но что меня поразило, так это внутренний конвертик в цвете Вот тут качество превосходное И никак нельзя назвать это издание неофициальным Это на 90% вероятности английское издание, эксклюзивно выпущенное для Японии Такое тоже иногда встречается И в свое время это издание продавалось за 10-15 долларов в Японии Я помню, купил их, наверное, штук 5 Причем продавец мне еще даже закинул бонусом якобы второй пресс Уже с обновленным трек-листом и каталожным номером, который заканчивался не на единичку, а на ноль В остальном пластинки были одинаковые, как по полиграфии, так и по звуку Но потом эти издания пропали из виду и долгое время не появлялись в продаже На данный момент продаются в приоритетном Японии, опять же На дискоксе всплыли 4 экземпляра, на данный момент стоимостью от 300 долларов Дорого, друзья, сразу скажу, внимание, такого они не стоят Разве что только для хардкорных коллекционеров Ну вот, то для коллекции, да, конечно, издание Strecking Purity имеет огромную ценность Но что для простых смертных? Чем оно плохо помимо цены? По амплитуде частотной характеристики издание, в принципе, приемлемо звучит Хотя на фоне американца как-то мягче и нежнее Гитары ушли на второй план, вследствие чего микс больше похож на терридейтовский Если судить по разнице в миксах Weight and Bleed Нет сурового железа за счет проваленной середины, но многим такой звук, наоборот, понравится Плюс динамика чуть пониже, поскольку записан внил тише примерно на 2 дБ При этом имеет более шумную массу В частности, все пять экземпляров, которые у меня были, шуршали на первом же вступительном треке В звуке не хватает жесткости и собранности Еще портит впечатление дисбаланс примерно в 2 дБ по каналам Левый канал звучит тише правого Поэтому моя итоговая оценка 7 из 10 баллов Если бы не проблема с дисбалансом, то даже простив чуть шумную массу, я бы смело поставил 8 Поскольку по амплитуде частотной характеристики вариант вполне альтернативный и неплохой Поэтому обязательно послушайте сэмплы и отпишитесь в комментариях, как вам это издание по звуку Нужна ли мягкость слепнот или она совсем не к лицу Далее, японское переиздание 2000 года Самое громкое из представленных четырех И, как и следовало ожидать, самое лучшее по качеству массы и конвертер Плотный картон, внутри находится вкладка на японском и английском Также в черно-белом цвете Сам винил очень качественный, то есть берешь в руки и понимаешь вещь Но что же у нас по звуку? Издание напоминает американское, но звучит чуть менее агрессивно, но более динамично По амплитуде частотной характеристики чуть меньше баса Кажется меньше высоких, но очень незначительно и прежде всего это кажется из-за большей компрессии на американцы Японцы что-то там наколдовали и реально добились более высокой динамики А это, поверьте, куда важнее, чем количество баса, которое, ну, при желании, вы можете скорректировать на плюс один децибел тембр блоком Никаких дефектов от слова совсем мною замечено не было Считаемость также на высоте, очень достойное издание по всем параметрам и от меня оно получает 10 из 10 баллов Качество массы, конверта, перебивает, легкое отклонение в амплитуде частотной характеристики от оригинала Да и цена поприятнее была, пока их не расхватали Сейчас на дискоксе один экземпляр висит, и тот стоит в районе 300 долларов Ну что, друзья, момент истины Приготовили свои мышки для заказов остатков экземпляров переиздания Ибо сейчас я вам поведаю истину, стоит ли брать переиздание, или же оно недостойно вашей коллекции Начнем с полиграфии Она не идеальна и уступает всем предыдущим изданиям по четкости и насыщенности Хотя бумага не самая плохая, должен сказать Внутренний конвертик плотный, но также черно-белый Вы чувствуете безоговорочное превосходство за счет внутреннего конверта издания с оригинальным трек-листом Вот и я тоже Пластинка тяжелая, чешские матрицы дают о себе знать, но штамповались пластинки не в Чехии, а в Канаде Чехи только изготавливали матрицы Ну и как же себе чудо звучит? По амплитуде частотной характеристики, пожалуй, лучшая из всех изданий Чуть добавили высоких частот, добавили более напористый и офигенный бас Чуть поприбавили компрессии и отсовременили звук Пошло ли это на пользу? Да, друзья, очень неплохо получилось Так сказать, послепнотовски, аутентично и энергично Ни прибавит, ни убавит Настоящее испытание для ваших соседей В случае, особенно если у вас еще есть и хороший сабуфер типа Real Да, динамика тут пониже, чем у японца, но общая картина прямо хороша Вот от переизданий, как правило, не ожидаешь ничего-то стоящего А тут на тебе отличный результат Вот, правда, подкачал мой экземпляр по своей, так сказать, фигуре Попался кривой и взволнованный Других дефектов я не обнаружил При том, что записан он на том же уровне, что и издание с оригинальным трек-листом То есть довольно тихо Масса на нем чуть-чуть получше, поэтому это компенсирует разницу в динамике Что ж, очень достойная работа Кстати, по читаемости также никаких проблем нет У падения качества ближе к яблоку не замечено Да и записано это издание не так близко к яблокам Самый скромный по стоимости экземпляр на дискоксе сейчас стоит 60 долларов Поэтому кто не успел, тот опоздал Моя итоговая оценка 9 из 10 баллов Звук отличный, полиграфия чуть-чуть подкачала Ну и взволнованность моего экземпляра не дает мне поставить десятку Ну и что у нас здесь выходит по итогам Оригинал американский, конечно же, хорош, спору нет Но дорог Японец хорош, можно смело его брать Издание с оригинальным трек-листом спорное Обязательно послушайте сэмпл, чтобы понять, чем оно отличается А переиздание берем, не стесняясь Соотношение цены-качества наилучшее И определенно радует, что оно удалось по звуку Хотя, признаться честно, откровений я не ждал Будьте бдительны, пираты не дремлют Синхронно с переизданием они выпустили свою продукцию на красном и зеленом виниле Без черно-белого внутреннего конверта Помимо этого, альбом выходил также на пикчер винилю в штатах в 2000 году Вот уж точно не стал бы брать его, ввиду несовершенства самих пикчеров А тут еще и такой уровень записи вызовут тотальное отвращение к винилу Хотя пикчер, в общем-то, не винил Не путайте Также в 2007 году альбом выпустили аж на двух пикчерах Что не будет также поводом к его покупке Поскольку издатель Cargo Records Поэтому также мимо Переиздание 2009 года на зеленом виниле не слушал Но как-то за них много уже просят В принципе, как за оригинал А футболка из комплекта хороша, конечно Но только в том случае, если коробочка запечатана А не после того, как ее поносили в паре штатов Как бы, друзья, на этом все Очень надеюсь, что наконец-то выпустят переиздание Айовы и Volume 3 Ибо цены на оригиналы сейчас просто сумасшедшие Что ж, друзья, надеюсь, это видео было для вас полезным и интересным Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные видео И, конечно же, делитесь вашим мнением в комментариях Но самое главное, будьте здоровы! Счастливо!